Эксперты-криминалисты приступают к работе, когда преступление совершено в условиях неочевидности. Иными словами, без экспертиз его не раскрыть. В этот раз поступило сообщение, что в заброшенном доме обнаружен труп мужчины. Следователь-криминалист Сергей Личинин, приехав на место, начинает осмотр. Со стены берутся пробы вещества, похожего на кровь. Проверяется, есть ли отпечатки пальцев на посуде и других предметах. Данные следы, в случае их накаждения, мы можем перенести на дактилоскопическую пленку и впоследствии их проверить по федеральной базе следов рук. И вполне возможно, у нас будет совпадение. Следователи-криминалисты могут найти следы преступления даже в темноте. Для этого используют источник экспертного света. Он помогает увидеть следы, которые невооруженным взглядом не обнаружить. В этот раз объект исследования одежда. Это может быть как пот, следы крови, следы спермы. Невооруженным взглядом их не видно, но непосредственно под этим светом их хорошо, отчетливо видно. Эти следы мы можем сделать вырезы данного объекта и направить на производство молекулярной генетической судебной экспертизы. Этот выезд был тренировочным, но даже здесь, в пустом здании, криминалист смог отыскать отпечатки и биологические следы, которые можно проверить по базам данных. Такие находки на месте преступления помогают отыскать людей, так или иначе связанных со случившимся. Осмотр мест происшествия занимает определенное время. Производство судебных экспертиз, опять же, занимает определенное время. И впоследствии проверка по федеральным базам – это также какое-то определенное время. Если все сложится удачно, то в течение суток-двое возможно узнать лицо. За примером далеко ходить не нужно. Недалеко от этого места два года назад на свалке нашли труп мужчины, личность которого установить не удалось. На место выехали криминалисты следственного комитета. Мы выявили в его квартире незначительные следы, причем замытые крови. Данные следы были изъяты нами. И впоследствии проведенной судебной экспертизой было установлено, что эти следы крови принадлежат нашему погибшему. Мы предъявили данные сведения лицу, проживающему в данной квартире. И он после этого сознался, что действительно совершил убийство данного мужчины. Это не единственный случай. Благодаря применению криминалистической техники в этом году были получены доказательства, подтверждающие виновность лиц по 166 преступлениям. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».